Пора вам пойду с отсчетами в ближайшее время, что было сделано, и от вас услышу по этим квартплатам. Какой у вас адрес, какой дом? Свердлова, 293. А где Саша Сухов? А вот, вообще рядом, беспорядок полнейший. Ребят, с нами сегодня молодые ребята, мои помощники. Прошу познакомиться, Александр Сухов, Сергей Вельможный. Ну, наверное, Сухова вы знаете. Да. Ребят, смотрите, сегодня министерство инфраструктуры придумало децентрализацию, по которой вообще будет управляющая компания. Я попросил бы депутатов местного совета, попросил бы и мэра города, с ним буду говорить на эту тему, если у вас будет управляющая компания, чтобы они сначала объяснили, что это такое, с чем его едят. Уже пошли, получается, платежки в городе Северодонецке. Цена от 3,50 до 11 гривен по управляющей компании. Ребята, я с 2009 года вас всех просил открыть у СМД, просил же, общество совладельцев многоквартирных домов. Тогда еще при Азарове оплачивали, получается, бесплатно делали ремонты по дефектному акту. С 2013 года, когда началась война, перестали платить людям и ремонтировать дома. Бросили всех нас на произвол. Далее. Когда сейчас придумали управляющую компанию, которая поднимет цены, страшно поднимет цены на тарифы в домах, я попросил бы вас тоже обратить внимание на ОСМД. Наш край сделает бесплатно вам документы. В каждом доме вы поставьте своего начальника. Вот вы меня спросили вопрос. Нет, это не страшно. Поставьте руководителем, допустим, вас. Как вас зовут? Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна, допустим, стала хозяйкой в своем доме. К ней присоединили все соседи. У вас есть неплательщики. У вас есть квартиры, которые стоят пустые и не знаете, где хозяин. Есть те, кто там, допустим, ну, извиняюсь, наркоманы, которых надо лечить, либо алкоголики, либо кто-то просто из богатых не хочет платить за квартиру, потому что не убирает ЖЭК, правильно? Есть же такое? И многое-многое другое. Поэтому, когда вы объединяетесь в общество с владельцем многопартирных домов, тогда вы сами себе назначаете тариф, вы сами себе выбираете управленца, вы сами себе выбираете управляющую компанию, вы сами себе будете выбирать, кто будет вывозить у вас мусор, вы сами будете выбирать, будут вам ЖЭК подметать в подъезде, либо вы сами будете убирать в подъездах. Что же сейчас происходит? Допустим, ребят, секунду. Что же сейчас происходит? Допустим, живете вы в подъезде, вам Сухов отремонтировал подъезд, утром просыпаетесь с 8 по 1 этаж, у вас гвоздем процарапано, Люба плюс Коля равно любовь. Ну, детвора, правильно? Ну, кто будет отвечать? Ремонт сделали новый? Сделали. А уже гвоздем все поцарапано. А когда вы будете сами за себя отвечать, тогда вы и спросите со своих соседей. То, что касаемо тарифа, пожалуйста, обратитесь в нашу приемную, и вам объяснят, что, к чему, и если вас обманывает ЖЭК, вам обязательно наши ребята помогут вернуть деньги. Хорошо? Да. По ЖЭКу номер 3 в нашем доме ремонт не делался. С того момента, как в 1948 году наш дом был в данную эксплуатацию. За этот период был только однажды сделан ремонт капитал. Поднимите руку, у кого ремонт не сделан в подъезде. Вот. Смотрите, видите? Сколько лет? Лет 20? Больше. Поднимите руку, у кого больше 20 лет не делался ремонт. Смотрите. Ну, я понимаю. Я услышал. Я к вам обращалась, мы писали к вам заявление, нам пришло, пришла от убийства. И сказали, делали подвесной потолок, благодаря вам. Ну, теперь всю зиму... Хоть подвесной потолок, благодаря нам, сделали. Спасибо. Лишь только зонтик. Можно я отвечу на вопрос? Галоша. Будем выгулять. Прошу, комиссию. Сейчас, секунду. Саша, запишите, пожалуйста, вопрос. Комиссию надо прислать в дом. Хорошо? Подойдите, пожалуйста. Ребят, что касаемо вопроса по троллейбусному управлению, почему не платится заработная плата? Объясню. Ребят, я вам можно объясню? По одному вопрос, один ответ. Хорошо? Я считаю, что и по троллейбусному можно тоже, как и шахтеры, выбить деньги. Согласны? Первое. В троллейбусе сегодня проезд 2,50. Там в Харькове у нас 4 гривны. В Донецкой области 3,50. В Северодонецке 3 рубля. Но вопрос в том, что в городе нет денег сегодня дать дотацию. А монетизация льгот гласит о том, что было 24 льготные категории проезда. А теперь будет 8 категорий всего лишь навсего проезда, благодаря министру Реви, который придумал эту страшную децентрализацию, то есть монетизацию. Дальше. То, что касаемо электроэнергии. Сегодня мы платим до 100 киловатт по 90 копеек. После 100 киловатт по рубль 57, по-моему, если я не ошибаюсь. Рубль 68. А дальше мы платим 2,62, если коммерсийный тариф. Правильно? Ну, может, в копейках где-то ошибусь. Так вот, ребята, троллейбусное управление сегодня платит по коммерсийной цени. Скажите, это коммерсийное предприемство? Нет. Нет. Это коммунальное предприятие. Правильно? Да. Сегодня школы, детские сады, исполком, троллейбусное управление, дизелёная энергия, платят по коммерсийной цени. Благодаря НКРАЕ КП, которая установила цену на электроэнергию в три раза дороже для коммунальных предприятий. Лично я подал проект решения в парламент. Я уверен, что его поддержат народные депутаты. Там более 100 подписей для того, чтобы опустили эту цену. Сегодня оно в профильном комитете. Вовка уже директора НКРАЕ КП президент уволил, потому что все были против него. Теперь главное, чтобы кого назначили нового, принял решение опустить цену для троллейбусов в три раза дешевле. И тогда город оплачивает им недостающие деньги и непосредственно получает заработную плату. То же самое происходит во всех городах, где есть электротранспорт. Ко мне обратились все мэры по электротранспорту. Я бы эту проблему даже и не знал, если бы ко мне мэры не обратились. Ко мне обратились мэры с этой проблемой помочь в опросе по НКРАЕ КП. Даже подпись Кличко там есть, чтобы вы правильно понимали. В Киеве цена на метро проезд 8 гривен, которая стоила раньше 5 копеек. В троллейбусе стоила 5 копеек, правильно? А сегодня 2,50 почему-то. И еще могут поднять в цене, потому что за электроэнергию надо платить РЭСу. Нет вопросов пока по РЭСу, по ЛЭО, по Облэнерго. В Облэнерго в РЭСах тоже не платят зарплату. Кому сегодня принадлежит РЭС? Кому принадлежит Облэнерго? Олигархам. Абсурд. Государственное предприятие на 100% принадлежит сегодня олигарху, который плавает у нас, ходит у нас в океане на яхте, летает на вертолете. А люди сегодня страдают, и когда вам отключают свет, все звонят в нашу приемную. Буквально отключили свет в Северодонецке, в трех общежитиях. Кому звонят? Дальше, в нашу приемную. Отключают в Лисичанске, вы наверное слышали этот вопрос. Я поднимал, что 8 марта отключили в Карпивницком. Это же не мой округ, и мы там не живем по сути. Но поверьте, рубашка эта близка к телу народного депутата, так и должно быть. В Карпивницком отключили газ, отключили свет. В Миловом на 8 марта устроили женщинам подарок. Отключили электроэнергию. Звонят электрики и говорят, Сережа, мы не можем туда поехать, у нас нет даже солярки. Вы не могли бы нас заправить. Я говорю, а люди вам платят за электроэнергию? Платят. Сегодня Лисичанск водоканал должен 135 миллионов гривен. Сегодня мы платим правильно. А далее, по-моему, Саша, 260 миллионов, по-моему, должны за электроэнергию... Спасибо. Сегодня чем объясняет этот олигарх отключение света? Потому что 5 миллиардов гривен долгов с ЛНР и ДНР ему за электроэнергию государству должно. А переоформлять компанию он не хочет сюда, в большую Украину. Потому что у него такая завихрень в голове. У него на 100% принадлежит предприятие. Я также подал закон о том, чтобы... О том, чтобы все государственные предприятия монополии вернулись в государство. Это газ, это вода, это электроэнергия. Правильно? Правильно. Чтобы вернулось в государство полностью то, что строили наши родители. Поддерживаете? Поддерживаю. Вопрос следующий. Я не мог достояться до... Я не мог достояться до трибуны ровно год. Жал на зеленую кнопку на эту и не мог достояться до трибуны. Пока не объединились депутаты, городские депутаты, мажоритарщики, тоже которые не могли достояться до трибуны. И сегодня практически есть группа нашего края уже в парламенте. Нас уже начали слышать в конце концов. И не только слышать, и голосовать, так как говорит народ. Потому что мы есть сила. Объединились, видим сколько нас, правильно? И это сегодня уже замечают вот там в парламенте. Если они нас не будут слышать, мы соберемся все вместе и придем к ним. Нам не тяжело. Правильно? Правильно. И не выйдите, я пойду в сторону. Спрашивают по поводу субсидий. И сегодня лишены полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек. Практически по реформе децентрализации лишены субсидий. У кого-то прописан сын в квартире. У кого-то прописана дочь в квартире, которая находится в Петербурге, там, или в Москве, или в Польше, или в Италии. Мама готовит наследство, а ей не выдают непосредственно субсидию. И вы можете опять-таки обратиться к Сухову по этому вопросу в нашу приемную. И вам объяснят юридическим путем, как правильно поступить. Чтобы вам получить эту субсидию. Понимаете? Когда заработают предприятия. По поводу предприятия. Заехал на РТИ, я ужаснулся. Заехал на РТИ, я ужаснулся. Заехал на лакокрасочный, тоже ужаснулся. Куда не поедешь, на лес соду. Помните, когда мы встречались еще в 2012 году? Такого еще не было. За эти годы что произошло? Что произошло? Они между собой беснуются сегодня. Сегодня каждому политику, чем хуже живется в стране, тем лучше им дальше избираться и так далее и тому подобное. По поводу предприятия, я уже сказал, что первый завод запустили в Троицке, 200 рабочих мест дали. Его хотели вырезать маслопрессовый завод. Сегодня Беловодская громада, это мой округ, также собрал людей, объяснил, что надо объединиться в одно целое с селищным головам, депутатам. Представьте, в селе 15 бабушек живут, зубчик сверху, зубчик снизу, а у них 24 депутата и голова. Говорит, мы его никогда не бачили. Говорит, так вы же его избирали, так он же один у нас и избирался. Так скажите, надо было объединить селищный голов? Объединили всех селищных голов, сегодня Беловодская громада самая большая громада в стране. Сегодня, если едешь по Беловодской громаде, иллюминация, полностью освещение. Сегодня сделана улица Виноградная, вот такой слой асфальта. Делается пляж, делаются парки, закупили новую технику за 40 лет в первый раз. Получили 60 миллионов дотаций. Получили в оборот землю, которую сдавали земли из запаса, отдавали олигархам. Олигархи не платили деньги в бюджет. Это миллиарды гривен. Миллиарды. Скажите, пожалуйста, если там будут миллиарды гривен, они могут инвестировать в предприятия? То же самое и здесь. Уже подготовлен проект по молокозаводу, мини-молокозаводу. У нас, оказывается, еще есть, я бы этого и не знал, если бы не вы. Молочная мафия образовалась. В магазине молоко стоит 24 гривны, 32 гривны. А вот там, в Беловодском районе, 3,50 мафия собирает. А потом нам продают по 24, по 32 гривны. Понимаете, что происходит в нашей области? А раньше молоко возили куда? По дворам, по 20 копеек. Помним же? Да, конечно. Вступляет за копейки. Касаемо выборов. Может ли президент вести военное положение? Первое. Это касаемо выборов. Правильно я так понимаю? Все, что хочешь, может произойти. Ребята, все, что хочешь. Сегодня политика захлестнула все. Но, как говорил великий Черчилль, кто занимается политикой, тот проигрывает. Тот, кто занимается хозяйственной деятельностью, тот побеждает. И сегодня мы занимаемся хозяйственной деятельностью и 100% победим. Победим? Победим. И сила будет. А осенью не будет выборов в парламент? Еще вопрос. Не будет ли выборов осенью в парламент? Когда я шел на выборы полтора года назад, меня люди спрашивали. Шахов, а если ты зайдешь в парламент и завтра парламент распустят, как ты отреагируешь? Вот так отреагирую. Если бы сейчас бы их смели этот весь парламент. Я говорил, вы слышали, если бы люстра эта упала на голову им, это была бы народная иллюстрация. Ребята, если честно, то многие фракции воспользовались военными. В военной форме, ребят, затащили в свои фракции. Есть такие, тот же ж казак Гаврилюк, который конституцию не держал в руках. Я его спрашиваю, как ты туда попал? Скажи, пожалуйста, зачем ты пошел в парламент? Вы, наверное, видели, а ты голосовал за газ поднятия цены. А ты против? Да, я против. А чего ты голосовал? Ну так, натиснул на зеленую кнопочку и проголосовал. Понимаете? Он хороший парень. Он нормальный человек. Его любят в селе своем. Его любят в своем районе. Но зачем сегодня идти в парламент, когда ты законов не знаешь? Когда ты не знаешь, как их исправить, как ты не знаешь, как их писать? Сегодня тобой командует кто? Ими командуют олигархи. Что у нас произошло в стране? Олигархи стали через кого? Через красных директоров. Правильно? Потом они построили политику, завели их в парламент. Потом они завели чиновников. Потом бандформирование, которое грабили наши заводы. Вырезали шахты на металлолом. Вырезали заводы на металлолом. Вырезали полностью все на металлолом. Люки пособирали на металлолом. Правильно? Правильно. Но это негодяи или нет? Скажите. Это все как и нет. Поэтому по парламенту, если их сегодня распустят, я только перехрещусь. Понимаете? И мы сделаем правильный выбор. У нас хватит силы из народа выбрать людей, которые пойдут в городские советы, в парламент. Так же? Так. Поддержите тех людей, которые выйдут из народа? Поддержим. Поддержим. Наша задача контролировать. Вы помните, где нас ограбили? Нас ограбили в комиссиях. Помните, как бесновались, как арестовывали, как делали обыски, как запугивали людей, как поджигали квартиры, как поджигали машины, как пугали людей, как резали наших волонтеров, как сажали в тюрьмы волонтеров, потом отпускали, когда выборы закончились. Это все было. Бальчишка Стас Фатеев в 28 лет погиб, умер в 28 лет, чемпион мира по китбоксингу. Вот представьте себе. Скажите, а по заводу пролетарий вы будете какие-нибудь вопросы решать? Конечно. Конечно. Сегодня мы собираем подписи по заводу... Ребята, сегодня собираются подписи по заводу пролетарий, который взял кредит больше 200 миллионов долларов. Куда делись эти деньги? Я сделал запросы, я имею право на это. Если человеку просто не отвечают и ваше обращение бросают в мусорное ведро, то народному депутату уже так не ответят. Хотя министр энергетики Павлова посмел не пустить народного депутата, к себе не пустил в кабинет вместе с шахтерами. Поэтому будет отвечать. Будет отвечать по закону. И те, кто сегодня разграбил 200 миллионов долларов, этих денег до луны хватит назад и вперед, правильно? Или обмотать землю этими купюрами. Тоже будет отвечать. Занимаемся. Но когда это будет? Не завтра. Я не буду лгать и обманывать. Я не буду вам врать о том, что завтра кого-то где-то посадят или что-то еще. Я шаховозе взялся доводить дело до конца. Вы же согласны с этим? Сколько бы нас... Можно было бы уже плюнуть и не идти никуда. Но я не имел права сегодня вас подвезти. Я пошел в этот парламент, в этот получатник для того, чтобы наводить порядок. Я его навожу. Благодаря вам. Только благодаря вам. Благодаря людям, которые меня поддерживают. Спасибо вам за это огромное. Давайте по таким вопросам. По росинке, по ремонтам, по детским садикам, по школам, по подъездам. Это хозяйственные вопросы, не геополитические. У вас есть вельможные, Сережа. У вас есть Сухов Александров. Вот молодые люди.